Значит, господа, речь идет о теоретическом анализе произведений некоторых авторов. Помните, я об этом неоднократно уже рассказывал, имея в виду супруга Фоменко, старших, их работу. И хочу обратиться за помощью. По всей видимости, нужен соавтор какой-то, который мог это дело... Я расскажу, что нужно делать. И самое главное, заняться написанием статьи и проталкивать у них какую-то роду печать. Значит, лучше всего, если бы фамилия этого автора начинается на А. Потому что два автора уже есть. Берсенев на Б и Д. Данилов на Д. Поэтому ему лучше иметь фамилию на А. Для него самого. Вот. Такова, значит, эта ситуация. О чем пойдет речь? Речь идет о том, что есть так называемый читательский... Есть такой инвариант, который соответствует каждому автору. То есть, например, есть супруги Фоменко, выбрали 52 частицы, например, и ООО, там 52 таких. И говорят, что в среднем они в процентном соотношении в любом тексте любого автора всегда сохраняются. Я хочу сказать, что это немножко не так. К сожалению, данные к совершению все не так, как однозначно, как они сделали. Потому что где-то более года назад мы с Евгением Николаевичем Берсениевым написали программу для анализа текстов. Я расскажу примерно, как она работает. Работает, что мы делаем, как это в языке C получается, значит, связанный список. То есть, каждая строчка разбирается на строчки, а потом разбирается на слова. Ну, а связанный список, это означает, что конец одного вот этого элемента списка прикреплен к другому. То есть, вот так слова, они как бы высказываются, вот такую змейку выстраиваются. И потом, после этого он сравнивается с какими-то произвольными файлами. В этом один из наших файлов, единственный мы с которым работали, он содержит 104 слова. Ну, такие как «но», «о», вот с списком можно ознакомиться. Иногда они начинаются с большой буквы, поэтому их не 52, а 104. Вот. И мы такие радостные сделали и начали это дело обрабатывать в первую очередь. Конечно, попал Шолохов. И мы с точностью до тысячного повторили все результаты, касающиеся Шолохова, Тихого Дона, супруга Фоменко. Но только это, как они люди годами брали, считали. Значит, программа эта работает в Линуксе, в котором я сейчас слетел на сегодняшний день. Вот, значит, она работает в Линуксе, она написана. И она осуществляет эту работу, ну, то, что требовалось там год работы двум людям посчитывание. Она сделает за доли секунды. Так, бабах, и все. Нет, ну, понятно. Нам надо набрать такую статистику. Моль Мельников-Печерский. Значит, какие у нас проблемы в связи с этим выяснились в первую очередь? Ну, бросились и выяснили, что, оказывается, существуют всевозможные роды кодировки. Они между собой немного отличаются. Но, как я говорил, теперь Женя это отрицает. Он написал тоже простейший про скрам, так называемый скрипт, когда в папку закружаешь, и он переделывает автоматически. Он только кодировку на нашу эту вещь. Он говорит, что просто скачал ее в интернете где-то. Такую вот эту самую вещь. Ну, возникли другие вещи. Ну, например, сразу же хотелось по самый большой корпус обрабатывать. Например, Два Николаевича Сластова. Фиг там. То есть мы это, по крайней мере, это не решили. Там такие вставки с французскими словами, что сбивают на всю статью. По всей видимости, либо их надо как-то выкидывать оттуда все, но это тоже, наверное, программным образом можно сделать. Либо просто их вручную вот так образом сделать. То есть это тоже определенного рода труд. Потом выяснилось, что очень многие вещи достать в интернете невозможно полностью. Это тоже выяснилось. То есть в первую очередь, конечно, нас заинтересовала подлинность произведений, я там позже скажу, товарища Ленина и товарища Сталина. И вот так вот. Неужели они нету? И цифровика мы как-то не нашли. То есть их труд надо где-то вытаскивать. А вот цифровом, по крайней мере, оказались они как бы не нужны. Но поскольку Женя любит Мельникова-Печерского очень сильно, то, значит, решили проверить верность этого метода на Мельниково-Печерском. В горах и на лесах. Два были толстенных томы. И выяснилось, к сожалению, что там расходимость по этим данным. То есть она содержится всего 7%. Это очень много. Вы помните, я когда о Чехове говорил, на десятых долях процентов я кричал. И наши результаты, например, по Шолохову, по первым частям, которые как-то есть, что где Шолохов писал, они какие-то там на десятых долях процентов получаются, эти результаты. А здесь не работает. Но я там Мельниково-Печерским не интересовался его подлинностью. Я, например, всегда говорил, что по всей видимости Мельниково-Печерский свои основные труды, то есть в лесах и на горах, не писал сам. Поэтому надо знать его биографию. То есть он родился в 1818 году и был учителем русского языка, по-моему, да, в школе. А после этого он это дело бросил и стал чиновником по особым поручениям. Он занимался тем, что уничтожал старообрядцев, старообрячество нарушения. Настолько был популярен, что стал фольклорным персонажем. На него считали, что он закручил старообрядцев сделку с дьяволом, и его видели в каких-то видениях на змеи, виздящихся. То есть он настолько в этом деле успешен. И то, что он писал примерно до 61-го года, единственное, что он писал, это всевозможные статьи о старообрячестве. Ну, например, есть известная его политический журнал пытался издавать. Вот, например, у него есть известная статья о русской правде и польской кривде. Это времен польского какого-то восстания. А, 1964 года. Но на этом, в Польше, он сделал большую карьеру и был представлен детям Николая I. В первую очередь Николаю Александровичу, это наследник престола, который умер потом в 65-м году. Ну и будущему Александру II. То есть вот такие вот вещи были. Вот, значит, вот так. И вот он, значит, вот эта самая ситуация. И они путешествовали по Волге с Николаем Александровичем. Александрович слушал ему рассказ, говорит, а вам же писать надо, у вас такие интересные рассказы по старообрячеству. Напишите роман, например, в лесах и на горах. А потом, странным образом, поскольку высочайшее лицо так себя извел, эти романы как бы появились. Потом выходили частями. И на тот момент, когда они начали появляться в Пече, считается, что Мельникова Печерский сошел его с ума. То есть он был сумасшедшим, ориентировался на 1975 года совершенно. И прожил в таком состоянии примерно 5-6 лет. А он, например, на горах появлялся в этот период. Поэтому есть большое подозрение про Мельникова Печерского, исходя из его, значит, этой самой биографии, что не он являлся автором, а что работал неопределенного рода коллектив авторов. Это вот, поэтому у Мельникова Печерский, вот, то, что его 7%, но я хочу заметить, что это минус супругам Фоменко. Они-то нам сказали, что это читательский вариант. И на Мельникова Печерском они все проверяли. Вот мы проверили, у нас такого не получилось. Я стал вот с этим вещью. Поэтому я, как бы, тем не менее, я на это так и смотрел, пока у меня одинок с ней слетел. Смотрел на это, смотрел и не знал, что с этим делать. Поэтому я обращаюсь к людям, если кто-то хочет вот этой темой заняться, то есть по большому счету двигать меня, как бы, создать такие волевые центры. В общем, задача, о которой я сегодня говорил, третья. Это сколько людей скрывало за псевдонимом Меленина. Ну, наша официальная версия состоит, что это один человек, Ульяновник. Ну, вот это Рифтер, Куприянов. Больше всего он написал, пять лет писал под псевдонимом Николай Ленин. Он просто загранпаспорт раздобыл. Там такой был ученый, на который он ссылался в развитии капитализма в России. У него был отец, и он случайно раздобыл его паспорт, Николай Ленин. И вот под этим признаком пытался его, значит, писать. Поэтому вот эта проблема подлинности Ленина, она существует. Но с чем здесь проблема опять? Мы, вот развитие Николая, развитие капитализма в России, много таблиц. Это все надо вручную обрабатывать, я думаю. Все эти вещи. Все его работы надо обрабатывать вручную. И мы, тем не менее, вот эта проблема есть. Я вполне допускаю, всю часть работ прописываемых Лениным. Лениным не писалось. Вот если кто хочет этим заняться, такой... Да, Ульянова не писалось. Ульянова, у Ленинова не писалось. Вот часть. Вполне возможно, что будет по периодам, есть такая конспирологическая теория, что уезжал за границу один, революция делала в России уже второй, а хоронение третьего. А то... Они же все похожи. Ну вот не похожи. Два, по крайней мере, последние. Вот. В чем смысл подмены-то? Он же был революционер, не какой-нибудь там... Ну... Властитель или не властитель был, а какой-то обычный... Ну, не знаю. Я не знаю. Я просто вот это хочу сказать. Я только секунд. Ну, про Станина тоже считается, что он все работы писал сам. Но в этом концепции надо проверить. Дальше. Четвертая эта штука. Павел Петрович Бажов. Это, значит, хозяйка медной беремии. Значит, в чем у него особенности? Он был, конечно, учителем русского языка, что-то еще, но он занимался и разведчиком, и провокатором. Семипалатинский установил советскую власть, был внедрен в тогдашнюю христианскую армию. Такая армия, как Козыря, удалось добиться ее самора, распуска, везти туда красные войска и так далее. То есть он все время занимался такой конспирологической штукой. Ничего он особо не писал. И вдруг его в возрасте уже, простите, вот сколько, 20, 57 лет прорвало. Он начал в 1936 году писать уральские сказы, которые потом в 1939, то есть в возрасте уже 60-40 лет, вышли в дохозяйки медной горы. А до этого у него были какие-то определенного рода статьи. Поэтому есть большое подозрение, поскольку он был главой уральской организации Союза писателей, что он тоже не является автором всех своих произведений. Что это просто был видный большевик, типа Шолохова, которому все это дело прописали. Значит, опять про Шолохова. Ты проверил его? Нет, я говорю, какие задачи есть. Вот про Бажова. Но его трудно проверять, потому что у него количество статей до этого прописываемых. Вот того, как его ближе к 60-ти порвало вдруг на литературу, как бы они исчисляются с лицами. Вот это вот. Он же теперь уже не важный, а он писал или кто-то другой. Ну, мне важно, я жизнь истинно люблю. Ну, в чем истинно-то? Ты же сам говоришь, что 7% там... Вот надо проверять. А может быть ошибка метода? Да, может быть ошибка метода, да. Ну, вот это такая, из таких вещей. Я рассказываю, где можно, потому что не может не привести ни к каким особым вещам. Ну, самый этот резонанс, что-то, конечно, связано с Шолохова. Да, Шолохова он значит в следующем. Здесь гипотеза, она состоит в следующем. Что Шолохов реально, то есть в отличие от вот тех же Фоменко, которые говорили, я полагаю, что не написал вообще за свою жизнь ни одной из строчки. У меня есть большое подозрение, что поднятую целину ему писала та же самая группа авторов, которая обслуживала Леонида Ильича Брежнева. Вот это тоже было бы мешало бы проверить. Ну, вот там это, Малая Земля, Целина, вот та же самая. Та же писала ему поднятую целину. Вот это моя гипотеза. Вообще говоря, вот сейчас появилось... Можно вот тут методологическое... Да, у группы авторов тоже инварианты будут такие отдельные? Нет, не будет, не будет. Он что, отдельный автор, варианты понятен? По этому уменнику Печорского этого варианта нет. Здесь нужно сказать, что там, а кто один пишет? Нет, нету, к сожалению. Вот поискать. Просто мы тоже гоняли его по компьютеру в Шолохово тогда. И я могу сказать, что пропоните, цельное все-таки ощущение, что писал один человек. Как и то, что писалось Тихидон, два человека, конец один, а первый вот этот, Федор Крюков. Сейчас появился только что сайт, вот сейчас появился, с произведением Федора Крюкова, казацкого писателя. Ну да, ну да. Появился, и у нас есть возможность теперь сравнить. Раньше такой возможности не было. Вот, в этой самой. Интересно, что какой-то новейший Сгей Архиац в 1970 году провел такой компьютерный анализ, ну, очень давно, когда я родился, и он говорил, что Шолохов написал именно произведение. Вот есть было знаменитое заседание по поводу Шолохова, вот новые факты, которые я как бы узнал. То есть рукописный вариант этого есть в Шолохово, но он совершенно дурацкий, поскольку Шолохов был просто безграмотным комсомольцем. Например, когда в Тихом Доне в оригинале припишено спектр красок, спектр, сложное слово спектр, которого Шолохов не знал, он от руки переписывает скипетр красок. То есть он слово это не знает, а скипетр знает. Или Аксинья улыбается, не разжимая зубы. Это он так переписывал, уже из данного Тихого Дона, судя по всему, чтобы показать все своей рукой. А в оригинале Аксинья улыбается, не разжимая губы. Вот, зубы, губы. То есть он такие вот эти вещи делает. То есть было наоборот, то есть тот вариант, который он приведял в качестве подлинника, на самом деле был написан уже с напечатанного варианта. Ну это да, это известная история. Он предъявил такой кусок якобы своей рукописи, но это давно установлено и другими способами, что это просто его собственная подделка. Слава Богу, она просто сохранилась. Он говорил, что она погибла во время войны, а она сохранилась. После его смерти его где-то на чердаке нашли. И поэтому как бы так проверить, Крюков или не Крюков, как ты таки сказал. Очень интересная вещь, это по нашему всему, всему мастеру Маргариту, Михаила Булгакова. Тезис мой состоит все-таки, что мастер Маргариту он не писал. То есть он реально был автор... Он вроде опальный был писатель, чего же он не писатель? Ну не совсем он был опальный писатель. Ну как он опальный писатель? Он, например, пишет письмо с Рюз писателей в каком-то 30-м году, что не может жить, у него не хватает средств и так далее. И тогда ему воздается телефонный звонок. Кто ему звонит? Сам Иосиф Писаренович, который говорит, да, говорит, прочитали ваше письмо, пожалуйста, завтра попытайтесь устроить на работу на Амхат. И хорошее содержание ему это полагалось безо всего этого. Ну вот такая опальность, она очень странная. Нет, купить-то его, может быть, и хотели, но это же не значит, что он не опальный был. Нет, еще раз я говорю. А мастер Маргарита вообще антисоветская, может сказать, вещь. Да. Значит, что мы знаем Михаила Булгакова? Мы имеем текст, изданный в Париже, это Белую Гвардию. Шедший в 20-х годах, как Дни Трубины. Имеем несколько количеств этих рассказов. Про него, в конце концов, забыли полностью. И пока некий филолог Вуллис в 1961 году начал писать о сатириках, забытых там, автор Зойкина квартира, собачье сердце. И он навестил его вдову, Елену Сергеевну Шковскую. Нет, Шковскую. Значит, это Булгакова, надо сказать, Елену Сергеевну, вот я ее написал. И она ему показала некоторую рукопись. Значит, и эта рукопись, он решил, что это гениальный роман, и его опубликовали в 1966 году. Значит, считается, что он писал это дело в 1940 году приблизительно, накануне своей смерти мастера Маргариты. Но, с другой стороны, он на этот момент был уже слеп. То есть, практически был слепым. Считается, что не он писал, а он своей жене, вот Елене Сергеевне, надиктовывал. Но ни в какой форме она не существовала. И по всей видимости, она была потом, на основании вот этих рассказов, сюжетов, она была собрана в качестве вот Елены Сергеевны Булгаковой. То есть, она переводчик, писатель. Возможно, что она является автором реальным мастера Маргариты. Потому что еще, когда первый раз я читал, когда историю любви мастера Маргариты, а это ровно история его Елены Сергеевны и Михаила Афанасовича описаны, было полное ощущение, что это писала женщина, понимаете? Не было у кого такого ощущения. Ну, было тогда, когда она со светами идет, он ее увидел. Да, это было полное ощущение, что ее писала женщина. И потом, вот эта героиня главная, которая потом становится... Маргаритой, да. Маргаритой, да. Это тоже чисто, так как он мог выходить, чисто, конечно, на женщину писать. Это правда. И что такое женщина. Да, поэтому, как бы, вернуть Елене Сергеевне и Булгаковой авторство. То есть, из них реальный гений, реальный автор, это ни в коем случае не, собственно, не сам Михаил Булгаков, который, может быть, даже, ну, может, кусочки там про Иисуса Христа придумал, придумывал или что-то еще, какие-то эти штуки. Он сидел на морфе и тогда, в тот момент, был слеп и так далее. А вот написала переводчица и автор его супруга. А может, кто-то другой, может, какое-то следующее лицо. Значит... Я вам это написал. Из таких... Да. Из таких, ну, типа, рукописи не горят, да. Дальше. Счет данных очень мало. Вот я этому факту чрезвычайно интересовался. Здесь вряд ли удастся набраться какую-то статистику. Значит, случайно мне пались письма Ходорковского из тюрьмы. Он там 10 лет писал вот эти самые, как бы, иногда какие-то письма. И вдруг четкий отчетливо стеет. Видно, что писал человек умный. А я читал интервью Ходорковского до этого. Чувак, лишенный полностью какого-то ума. Ну, просто комсомольский воришка обычный. Ну, и мерзается. А тут это что? Гипотеза моя состоит в следующем. Что все эти штуки, хоть сюжет он давал, реально писала Людмила Улицкая. То есть это она. То есть известно... Людмила Улицкая и юрист, что ли? Нет. Она была допущенная Ходорковскому? Нет, нет, нет. Она, у нее официально с ним был договор. Она его была, как бы, консультант почему-то там, не по литературе. У них был большой проект, серия бесед, после которого она опубликовала книгу разговоров с Ходорковским. Вот. И она недавно какие-то деньги получала. Но ее обвинять сложно. Она болела раком. Это были деньги ее, значит, и на лечение. Восьмое справедливо. Не, не могло быть так, что он как-то что-то, может, и говорил, а она литературно обработала. Ну, да, да. Так, наверное, и было. То есть сюжет из тюрьмы до Ворон, а то, что приписывается Ходорковскому, там, в письме, это реально было... Ну, это ровно не так делают, что литература... Да, ну, безусловно. Ясно, что если ничего не писала, писала и Маша. Вот. Дальше. Пелевик. Тезис мой состоит, что последний роман, который ему был написан, это СНАФ. После этого он только иногда эпизодически участвует в произведениях. Ну, там вот, например, Циклопец, только последние несколько страничек написано им, по всей видимости. Вот там, где вот это. А ты проверялся? Про девочку. Нет, вот это надо всем этим заняться. Текстов надо выгружать, все это вот сделать. Дальше. Этот метод можно более-менее... Вот я считаю. То есть три последних романа точно написались им. Некоторые говорят, что и раньше. Но я полагаю, что СНАФ. А Пушкин это был Пушкиным-то или что? Про Пушкина я собирался последний еще раз. Специальный доклад сделал. Прямо вот сейчас хотел. Это большой-большой рассказ про Пушкина. Был ли Пушкин, кто это такой, был ли Пушкин. А Достоевский писал вот так. Да, Достоевский в качестве и форме. И опять проблема достать вот это. Ну, достанем. Ну, понимаете, что это определенного рода труд. Не, ну Достоевский вроде стиль-то один. Да, конечно. Писал один человек. Как раз он вот в Достоевске может быть эталон. И Толстой по всей видимости может быть эталоном. Да, из самого свежака, который сейчас появился, появился такой автор Джон Шемякин. У него только что вышла книжечка. Тезис мой состоит, что человек-то такой, быть может, и есть, но пишет вместо него Татьяна Никитична Толстая. Это ее собственный проект. Вот недавно было у нее интервью по поводу выдачи книги. Брали его не у Джона Шемякина, а у Татьяны Никитичны Толстой. А зачем ей это нужно? А чем вы по своему имени писали? Потому что она создала другая форма. То есть в книгах и таковая уходит. А речь идет о таких небольших новеллах для Фейсбука. Вот такой стиль. И она как бы вот создала... Она же более почетная. Она после этого скажет. А почему Пушкин опубликовал под чужой фамилией часть своих произведений? Как они эти рассказы, записи Белкина, да? Повести Белкина. А под кем? Под Белкина. Что был у нее друг такой. А Пушкин только издатель. Да, что ему нашлось, что ты умер быстро, а тот взял его и эти. И она не вызвала особого такого интереса на тот момент. Но человек такой эксперимент провел. А Татьяна Никитична Толстая... А ты травесь, кстати, Белкин, может, Белкин не писал? Нет, это не писал Пушкин. Писал это Пушкин. Это видно, что это писал Пушкин, по-моему, шоу. Из каких-то вещей. Вот. Вообще говоря, с этой точки зрения можно взглянуть на историю семьи Толстых. А нельзя проверить, как у семей этого вашего? Толстых? Как же тема Пушкина и Юма? Я расскажу, расскажу. Значит... Провните. Значит, следующее, это, значит, фундаментальная вещь. По поводу необычайно талантливого семейства Толстых. Значит, здесь есть вот эту штуку, которую надо выполнить. То есть тезис состоит. Но вот я у Татьяны Никитичны Толстой читал Кыся. Я читал Джона Шемякина у меня в друзьях на Фейсбуке. Я хочу сказать, что все-таки это один и тот же человек. То есть автор это один и тот же. Вот. Таких вот ощущений. Значит, по поводу Алексея Толстого. Вряд ли, конечно. Он вполне может быть в качестве эталона взят. Но здесь тоже надо вопрос вывести, насколько его вторая жена, Наталья Крандиевская, как раз бабка Татьяны Никитичны Толстой, была просто его литературным секретарем, насколько была его с автором. Этот вопрос тоже даже. Мы бы, когда мы будем, если кто-то будет обрабатывать Алексея Толстого таким образом, то всегда надо иметь вот эту самую ситуацию. Но тут еще, конечно, интересно идти в его могилу, сделать генетический анализ. Проверить, насколько он был действительно Толстым, то есть графом, насколько он был Бастромом. То есть уже Бастром, это фамилия его, фамилия. Это его мама, будучи беременна, ушла к другому дворянину, местному предводителю дворянства. И он до какого-то там времени, чем 10 лет, был под этой фамилией. А потом, значит, все-таки мы сменили его на Толстой. Ну, считается, его мама рассказывала, что просто его предполагаемый отец, то есть граф, он просто ее изнасиловал, и от этого появился именно Алексей Толстой. Так что вот это было бы интересно проверить, тем более все родственники как бы живы, у них можно даже попытаться дать на это разрешение. Почему сразу изнасиловал, а не просто по любому? Нет, ну там сложная история, ты ее захочешь, почитаешь. Нет, она ушла к Бастрому и объясняла ему, что, почему она беременна, это именно Толстой, потому что, ну, он неоднократно их стрелял, этого Бастрома. Он увидел их вместе со своей бывшей женой, вот этот старший Толстой, в станции, в вагоне второго класса, поскольку они были настолько богаты. Он там вошел и каким-то образом выстрелил, но не попал. Его судили после этого. То есть это мать Алексея Толстого и так далее. Там страшная история. Но мы вот, если будем смотреть на Алексея Толстого, он много писал, он, конечно, может быть в качестве вот такого эталора взят. Всегда надо иметь, чтобы где-то там Наталья Крандиевская могла быть и не секретарем только, а еще, честно, немного и с автором. Это такая, она известная поэтесса начала века, потом не писала и потом уже начала активно писать уже в блокаду на Ленинграде. Ну, это вот такой был жест отчаяния, когда, ну, в ситуации полного голода, холода всякого. Ну, тем не менее, она обладала, это, судя по всему, у них была какая-то методика воспитания собственных детей. Мы все, Влад сходил, посмотрел на Никиту Толстого в свое время. А я сходил, посмотрел, читал на параллельном потоке физику. У нас был ЦИПС продвинутый, то есть более сложный. А был простой для всех. Его читал Никита Алексеевич Толстой. Я тогда сходил, на него посмотрел. Ну, он уже был в возрасте, в общем, в большом. Вот, такая вот эта штука. Это типичный, он курил много. Да, курил, сидел. Выяснилось, что сидел в кресле, да. Семь детей у него выяснилось было. То есть они еще и продавиты чрезвычайно были. Вот, такая вот эта вещь. Но вот эту проверку Джона Шемякина и тоже с Татьяной Кичиной Толстой надо как бы так вот это проверить. Значит, это разряд от того, что сейчас считается, что Шекспирин не писал свои книги. Да, ну это и известный факт. Писал коллектив авторов. Да, да, да. Дальше по поводу коллектива авторов. Вот тоже было бы, наверное, как-то программу надо модернизировать и писать. Шекспирин можно проверить, да. Очень бы хотелось, знаешь, распространить такой же метод на английскую литературу. Вы мое мнение по поводу Селлинджера знаете, что Селлинджер не был автором своих вещей. Есть еще и другое, скажем там, немецкое. Я вот тоже утверждаю, что Кавка это такой Белкин, что это не Кавка. Как звали этого человека, который типа собрал все его романы в одной и опубликовали. Я не помню. Известный тоже писатель, по-моему, даже ноги из киловаряда. Но это вот такая же тоже какие-то... Был у меня друг, он умер, от него стали записки. Что мешает программе анализировать иностранный язык? Ну вот этим надо работать, как минимум надо знать иностранный язык. По поводу... Ну так это и варианты для каждого языка свои. И вот надо проверять. Я же, что я встал-то? Я как увидел эту Мельникову Печерского на 7% и что колебание там достаточно большое. Я понял, что как-то тут с этим надо работать. И у меня все, у меня все опустилось. Потом и Linux слетел. Дальше. Ну да. Дальше еще. Выбирать участки у авторов, которые пишутся коллективом. Ну, например, Дарья Донцова пишется коллективом авторов. Кто-то отвечает за веселье. Ты идет по повествованию, а потом веселье, анекдот. Кто-то отвечает за боевые сыры. Ну да, это видно даже по тексту. Нет, это заранее правда, или ты гипотезу устроил? Я гипотезу устроил. Ну вот. Там работает коллектив авторов. И вот этот кусочек коллектива авторов выбирать и понимать, кто они на самом деле являются. Наверное, как их можно всех установить. Это было бы тоже интересно. Брать Маринину, брать Дарью Донцову. И вот различные цвета раскрашивать и понимать, где вот это. Почему ей деньги делить с кирпой, если она может сама? Потому что это бренд. Потому что Роулинг тоже под каким-то именем, под каким-то мужским, опубликовала повесть, точнее, роман. И он оказался никому не нужен. Вот. А потом она призналась, что это она. И вот уже смелились со всех этих вещей. Точно так же и повести Белкина. Никому были не нужны. А после... Это он признался, и после этого их смелились. Бренд есть. У Белевина контракт, что он каждый год должен давать раздачу Эксмо по роману. Очень большой контракт, то есть миллионы долларов за каждую книжку. У него большой контракт. То он нужно выполнять, а писать не хочется, и списался. Или просто лень. Набирается группа авторов, которые за несколько тысяч долларов это дело пишут. И это бросается в глаза. Кридично все это. Вот. Есть версия, на самом деле, что это специальная переносительность, и на самом деле, создала жена Эксмо. Ну, я слышал, да. Это я бы об этом, не об этом, я буду о другом орице. Потому что она об их одномеке... Она об их одномеке слушала и просто такое, что там, там, сочленила и начали. Ну, ясно. Она была хорошей математикой. Ну, они там все были. А Эйнштейн был, на самом деле, плохой. Ну, как бы, он плохо учился, в принципе, плохо платил. Ну, ясно, ясно, ясно. Но у них были другие математики группы. У них была уникальная группа. То есть у них была какая-то методика обучения. Например, у него сокрупником был Рицца знаменитый. То есть вот математик, он в 31 год умер. Математик, физик и так далее, и так далее, и так далее. Много чего делал. Потому что эти не замерзут темы. Что физику придумали не те, которые нам представляют видеть образцов, там, Эйнштейн и прочее. А придумали какие-то, по-моему, статисты там. Да нет, 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 нет. Ну, это неправда. Эйнштейн придумал свою теорию, блин. Ну, как бы нам все придумал, по-моему, короче. Ну, это тоже не так. А все это было интерпретировать, просто, иначе. Ну, понятно. Но все у меня это немножко не так. Ну, ладно, хорошо. Значит, вот мы подводим этот вещей. Вот я вот предлагаю людей к сотрудничеству, если кто-то вот изъявит желание, потому что я написал, прикинул список вопросов, которые сделаны. Возможно, надо будет искать другие варианты, потому что, как бы, не имея позиции, не имея финансирования, вот всем этим заниматься, на самом деле сложно. Потому что надо писать такие... Ну, финансирование, если на эту штуку... Если на такую штуку будет... А кто... Ну, не знаю, надо постоянно, постоянная ставка нужна. Ну, какая ставка должна быть 1030-40. И тогда что-то, ты вот это все сделаешь? Да, я все это сделаю. Ну, вот. Такая... То есть, есть интересованные риски? Да, да, да. Я это сделаю. Это определенного... У меня есть... Ты сам стартсом, да? Ну, да, можно и с автором взять, да. Я публиковаю там туда-сюда? Ну, тогда я сам должен... Лучший человек, который имеет статус. Я не имею статуса, моя проблема. Ты когда приходишь в журнал, теперь ты должен предъявлять собственный статус, что ты научный сотрудник... Ну, замаливай, дядя, типа, вообще. Ну, замаливай. Вот. Кого-то еще. Надо иметь вот определенного рода статус. Поэтому, если я сейчас буду активно опубликоваться, то я буду опубликоваться, как ни странно, по физиологии больше всего. Вот. По физиологии и геронтологии буду публиковаться активно. Это будет очень смешно просто. Да. Да. Это будет явление. Вот. Это такая... Почему физиологии геронтологии? Мамины, что ли? Ну, не мамины работы, а в смысле в качестве савтора, потому что у нее с позициями, как раз, все хорошо. Вот. Такая вот, такова, значит, эта ситуация. То есть, если опубликоваться... То есть, это графики, это то, чего я прогулял, потому что я всем рассказываю, как я замечательно ухитрился заменить физическую лабораторию второго курса на курс лекции Аверина по литературе рубежа 19-20 веков на физваке. Заменил просто, вместо этого ходил к Аверину и слушал литературу вместо... А вот эти метрологические данные, то есть, обработка вот этих данных строгих, она, конечно, сейчас бы не помешала хорошее знание. Вот это ты же можешь легко восстановить. Да, это я легко восстановлю, да. Вот. Такие вот, значит, наши вещи возникают. Ну вот, так что я вот эту проблему как бы очертил, если кто хочет вот этим заниматься, искать... Можно будет этот файл переписывать там 104... 104 слова, можно его переписать на что-то другое. То есть, предложить какой-то инвариант, этот инвариант вполне будет работать. Но это определенный труд. Бирать тексты, их обрабатывать, их расследовать, все это дело выводить в длинные статистические таблицы, строить графики, а потом это еще писать статью. Существует инвариант найти, да? Да, ну вот он... Так там? Да, вхаживался бы. Ну его можно... Ну его надо предложить в качестве гипотезы. Ну вот этот и... Вот это в качестве какой-то работает. Но работает, я говорю, что не так хорошо, как хотелось бы, к сожалению. То есть, статья вот была в 80-м году опубликована, и у них было все чудесно. Такой читательский вариант. А как взяли Менникова, Печерского, посмотрели, никакой не читательский вариант там скачет вот эта штука 7%. Ну, для Шолховских вещей есть, потому что у него основной корпус там на одно число, а второе там на процентов 10 меньше. То есть, видно, что два человека писали. И все это так вот здесь ложится на напряжение первых четырех книг, и там на последний крик вот так лежит, вот такая большая разница. То есть, это стабильно. Это была рукопись одного человека, которому сзади пристроили коммунистический текст снизу. Вот такая вещь. Ну все. Продолжение следует...